В администрации муниципального образования состоялись общественные слушания по освоению бюджета 2022 года. Ежегодно подобные итоги подводят власти округа. Здесь можно в полной мере оценить работу чиновников. На общественные слушания пришли руководители предприятий, представители администрации района и общественности. В течение отчетного периода в соответствии с положением бюджетного процесса в муниципальном образовании городской Украхинский были внесены изменения в план по доходам на 1,88,7 млн. рублей за счет увеличения безвозмездных перечислений из областного бюджета. И таким образом уточненный план по доходам составил 5,293,8 млн. рублей. В бюджет поступило 5,187,4 млн. рублей. Итого уточненные плановые назначения у нас выполнены на 98%. Расходы бюджета составили 5,148,3 млн. рублей или 95,3 уточненных плановых назначений. Бюджет 2022 года исполнил с профицитом в объеме 39,1 млн. рублей. Итак, о доходах бюджета слайд номер 2. По видам поступлений в общей сумме доходов удельный вес собственных налоговых и неналоговых доходов составил 14% или 719,9 млн. рублей. Безвозмездных поступлений из областного бюджета в виде субвенции, субсидий и иных видов финансовой помощи 86% или 4,467,9 млн. рублей. Слайд номер 3, пожалуйста. Уточненный план 2022 года по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 97,2%. Наибольший удельный вес 58,6 в общей сумме поступлений в этой группе доходов составляет налог на доходы физических лиц. Поступления по данному налогу составили 421,9 млн. рублей или 100,5 от уточненного плана. Важная цифра – это доходная часть бюджета в 2022 году. Она составила более 5 млрд. рублей. Это рекордная для Ахи сумма. Напомним, все деньги идут на благо жителей муниципального образования, работают на повышение уровня жизни людей, в том числе на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Результаты экономики практически всех отраслей района подросли по сравнению с предыдущим 2021 годом. В 2022 году повысилась добыча углеводородов, выросло производство тепло- и электроэнергии, увеличились обороты торговли, перевозки грузов и пассажиров, оборот малых и средних предприятий. Большие доходы позволили направить большие средства на повышение благосостояния жителей. Так только нового жилья в 2022 году сдано 5,5 тысяч квадратных метров. Идёт благоустройство города и населённых пунктов, ремонты и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Проходят ремонт образовательных учреждений. Об этом также рассказали на общественных слушаниях.